Проект нового трудового кодекса Украины, который должен определить взаимоотношения между работодателем и наемным работником, разрабатывался и переделывался, начиная с 2000 года. Нынешняя версия, которую в скором времени должны рассмотреть депутаты Верховной Рады, седьмая по счету. При этом далеко не все в стране считают, что новый кодекс вообще нужно принимать. Есть мнение, что старый еще вполне работоспособен. Существующий кодекс законного труда Украины был принят в 1974 году. И то, что сегодня некоторые скептики говорят о том, что он морально устарел, это неправда. Дело в том, что за все годы независимости Украины с 1991 года в этот кодекс законов о труде Украины был принят значительное количество поправок и изменений. По сути дела, если взять и положить на стол два документа, тот, который принимался в 1974 году и нынешний, они практически, наверное, отличаются процентом на 80-90. И дело в том, что на сегодня положение кодекса законов о труде, которое есть, они соответствуют уже и той изменениям, общественно-политическим изменениям, которые прошли в Украине, и рыночным изменениям. И те, кто говорит о том, что давайте мы подготовим новый документ, новый документ о том, что вот этот документ якобы уже не приспособлен к нынешним условиям, это неправда. Представители конфедерации независимых профсоюзов Украины утверждают, что в других странах со схожей политико-экономической ситуацией не спешат менять трудовое законодательство. Наших соседей Польши, которые до настоящего времени пользуются кодексом законов о труде, который существовал в Польской Народной Республике, безусловно, с изменениями. И поляки говорят о том, что сегодня преждевременно принимать новые документы, и не надо торопиться, потому что до тех пор, пока социальные партнеры, а таковыми являются работодатели профсоюза, еще не находятся на паритетных началах, то есть мы сегодня имеем вот такую пирамиду, работодатели вот здесь находятся, а именно представители наемных работников, к сожалению, мы слабее. То есть пока не будет паритета между двумя сторонами, сегодня преждевременно говорить о принятии каких-то законодательных документов. Нынешняя редакция проекта Трудового кодекса, по мнению Анатолия Акимочкина, содержит ряд статей, которые значительно ограничивают права наемных работников и, наоборот, усиливают позиции работодателей. Мы считаем, что это наихудший вариант Трудового кодекса, который был по сравнению с теми, которые существовали. Это тот вариант, который сегодня серьезно ущемляет положение этого проекта Трудового кодекса, они серьезно ущемляют положение наемных работников на предприятии. И значительно этот Трудовый кодекс нивелирует защитные функции профсоюзов. То есть если в целом говорить о проекте Трудового кодекса, который сегодня внесен двумя депутатами Верховной Рады Украины, это Александр Стоян и второй депутат Ярослав Сухой, это представители от правовладной фракции, то, по сути дела, вот этот вариант Трудового кодекса, он в большей степени нацелен на именно работодателей. Одна из статей проекта, например, фактически лишает работников права на забастовку, поскольку дает работодателям возможность остановить работу предприятия, отмечают представители независимого профсоюза. Статья 380 проекта вводит локаут в форме права работодателя временно приостановить деятельность предприятия или существенно снизить объемы производства с одновременной приостановкой выплаты заработной платы всем или части работникам. Речь идет о том, что эта статья на сегодня серьезно подрывает права и возможности работников на коллективные действия по защите своих прав и интересов. То есть, что может произойти? Если возникает какая-то ситуация, связанная с проведением работников и акцией протеста, то у работодателя, согласно проекту этой статьи, есть возможность остановить предприятие и его ликвидировать, а затем, буквально через несколько дней, создать уже новое предприятие. И это новое предприятие под новым названием будет работать, но все работники будут уволены. То есть, это дискриминационная статья, которая сегодня нарушает положение конвенции 87 Международной организации труда, которая дает возможность права работникам на коллективные действия. По новому трудовому кодексу работодатели смогут вводить шестидневную трудовую неделю, не заключать коллективные договоры и игнорировать профсоюзы. Самое интересное то, что работодатель имеет право на издание своих нормативных актов, которые будут иметь силу закона на предприятии. То есть, он может издать любой акт, который является нормативным на предприятии. А статья 104, часть 2, говорит о том, что рассказал о зарплате и уволен. То есть, я как работодатель, я могу издать любой нормативный акт и записать все, что угодно. Там, знаете, всякие, может быть, такие вещи, о которых все говорят. Но если я рассказал об этом, я могу быть уволен, потому что я в данном случае нарушил коммерческую тайну согласно вот этой статье. Часть статей предполагаемого документа противоречат друг другу, что вызывает сомнения в его качественной подготовке. В проекте содержится ряд номер регулирующих вопрос сверхурочной работы, которые противоречат друг другу. Есть статья 153, в которой записано о том, что сверхурочная работа не может превышать 120 часов в год. Статья 232 говорит о том, что сверхурочная работа, превышающая 120 часов в год, должна оплачиваться в тройном размере. То есть одна статья вроде бы запрещает, а вторая статья разрешает сверхурочной работы свыше 120 часов в год. Специалисты, как в Украине, так и за рубежом, дали негативную оценку проекту кодекса, утверждает Анатолий Акимочкин. Генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов даже написал письмо в Верховную Раду и Кабмин Украины с рекомендациями повременить с принятием документа. Поэтому мы наполегливо рекомендуем вам переглянуть чинные решения и выделить больше времени для широкого обговорения проекта Кодекса Украины и рассмотрения его в парламенте. Это даст возможность для всестороннего обмена с думками и достижения консенсуса всего важного законодательства документа, что означает будущие трудовых подносин из Украины. С повагой Шарон Бароу, генеральный секретарь Международной конфередерации профсоюзов. Дело в том, что вот этот проект, он действительно вызвал озабоченность и Международной конфедерации профсоюзов. Это организация, которая насчитывает более 200 миллионов членов профсоюзов, штаб-квартира, которая находится в Брюсселе. Представители независимых профсоюзов Украины также обещают не остаться в стороне и организовать активное противодействие принятию документа. Мы на сегодняшний день готовимся, безусловно, мы проводим и информационные кампании, мы проводим и акции, мы проводим круглые столы, мы собираем руководителей наших профсоюзов, мы собираем подписи на предприятиях или готовимся к сбору подписей, где это не произошло. То есть провозим ту работу, которую мы в состоянии сегодня провести для того, чтобы все-таки предотвратить и не дать возможности принять этот дискомнационный трудовой кодекс. Сергей Болдырев, Первый муниципальный.